всех приветствую продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге кто есть кто составитель бетти редис дополняя какими-то данными из википедии из интернет вилизари флавий вилизарий вилисарий византийский военачальник времен императора юстиниана великого консул 535 года один из величайших полководцев византийской истории в некоторых источниках приводится его прозвище меч рима родился около 505 года нашей эры начал свою службу простым солдатом гвардии императора юстина первого 527 году при новом императоре юстиниане первым вилизари стал главнокомандующим византийской армии и в 530-532 годах одержал ряд впечатляющих военных побед над иранцами 532 году участвовал в подавлении восстания ника восстание ника это крупнейший бунт в истории константинополя и византии происшедший при правлении императора юстиниан 533 возглавлял войско посланная в африку против вандалов разбил их занял карфагена взял в плен вандальского короля гелемера и тем положил конец вандальскому королевству 500 34 году вилизарий покорил сицилию и переправившись в италию взял неаполь и рим и держал там осад победы одержаны персидским царем хасроу заставили юстиниана послать вилизари в азию где он действуя с неизменной удачей окончил и эту войну из азии вилизарий опять был послан в италию 544 году где астготский король татила нанес жестокие поражения византийским войскам и овладел рим был отстранен от командования и в течение 12 лет оставался неудил 559 году во время нашествия болгар ему снова было поручено начальство над войсками и действия его были по-прежнему успешны под конец жизни в 562 году вилизарий подвергся опали его имения были конфискован но в 562 году юстиниан оправдал и освободил полководство вернув все конфискованные имения и ранее пожалованные им титул хотя и оставил его в безвестности тем не менее это опала впоследствии в 12 веке подала повод к возникновению легенды ослепление вилизарий вот так вкратце из википедии о вилизарий византийском военачальнике времен императора юстиниана великого пока пока до свидания до свидания